Приветствую вас. В первую очередь хочется согласиться с коллегой Светланой, которая вам, если верно, донесла мысль. Вот. Действительно, Светлан так, как она говорит, но лично для меня, вот лично для меня, не совсем понятно, вы говорите, кто возьмется работать со мной и надо мной. То есть, это, с одной стороны, неправильная постановка вопроса, потому что работать будете вы над собой. А психолог вам помогает это сделать. Это первое. Второе, непонятно над чем работать. Если я верно понял, что у вас, собственно, вот лично у вас все в порядке. То есть, у вас, если я, опять же, правильно понял, у вас проблем нет, как таковых. Зачем здесь работать? Какая конкретно ваша проблема? То есть, что вы хотите поменять? Да? Вот. То есть, я понимаю, что вы хотите поменять. Примерно. Вот. Но это невозможно. Именно в той форме, в которой вы хотите это сделать. Дальше. Следующий аспект. Смотрите, смотрите. Если вы любите своих родных. Если вы действительно любите своих родных. И хотите для них счастье. То, наверное, понимаете, что людям, ну, нужно жить как-то, вот, самостоятельно. То есть, люди не могут, не смогут жить постоянно с вашей, условно говоря, помощью. И тем, что вы пытаетесь им помочь, вы только вредите. Потому что, благодаря вашему воздействию, человек не способен прочувствовать, именно прочувствовать, последствия своих действий. Чтобы кому-то захотеть что-то менять, чтобы кому-то захотеть что-то менять, нужно столкнуться с последствиями, с негативными последствиями того, что человек делает. Только так можно исправить, изменить ситуацию. Только так. Таким образом, если вы любите своих родных, действительно, на самом деле, если вы их любите, необходимо, чтобы вы позволили им жить своей жизнью. Чтобы они столкнулись с тем, что все, вот, у них проблемы. И когда люди попросят вас о помощи, когда это случится, вы мне помогли. Очень важна вот эта вот цепочка, цепочка между тем, что человек просит помощи, да, и получает ее. Это связь действия какого-то действия и результат. Дальше. Вы пишите, что у вас две насущные проблемы, обе связаны с вашей семьей. Это не ваши проблемы, это проблемы вашего отношения к этому, то есть проблема того, как вы относитесь, как вы относитесь, как вы воспринимаете то, что происходит. То есть это проблема, еще раз повторяю, да, это проблема вашего отношения к ситуации, а не сама проблема. Дальше. Мне сказали, что я подознательно ставлю себя на место мамы, так как пытаюсь обо всех позаботиться. Помочь и очень сильно расстраиваться из-за того, что они все сливают свою жизнь в унитаз. Все так, вы действительно ставите себя в позицию мамы. Почему? Потому что своих собственных целей и ограничения себя от других у вас нет. Это проблема с личными границами и проблема с постановкой своих собственных целей. Любому будет невыносима мысль, что все попытки помочь не воспринимаются или просто проходят в пустую и все становятся хуже с каждым днем. Нет, не любому. Знаете, здесь вы применяете защитный механизм, не любому. Дело в том, что помогать нужно только по просьбе, либо в критической ситуации. То есть, когда человек сам себе помочь не может объективно, когда есть угроза его жизни. В данном случае об угрозе жизни речь не идет. В этом случае помогать не нужно самостоятельно. И таким образом получается, что если вы помогаете человеку при условии, что он вас не просит и нет угрозы его жизни, вы помогаете для себя. Вы помогаете себе через них. Но поскольку вы помогаете через кого-то, то удовлетворение вы не испытываете. Потому что люди-то другие, люди-то разные. Разжигают вопрос. Для чего вам, конкретно вам, помогать своим родным? Если они этого не против, если они этого не хотят, если им ничего не угроза. Ну вот, критически. Отец несчастен живет с нами, потому что больше не видит вариантов другой жизни. Это его выбор. Работает за копейки. Это его выбор. В свободное время, компьютерные игры, под пивко и громкими криками при поражениях. Это опять же его выбор. Не знаю, что дальше делать. Что делать, чтобы что? Вы не помогаете взрослому человеку. Мама выпивает, с недавних пор не живет дома. Подробности в личном общении. Не принимает помощь. Она и не должна. Это ее выбор. Понимаете, какая штука? Вы не уважаете выбор других людей, потому что вы не уважаете свой выбор. А свой выбор вы не уважаете, потому что вас семьи этому не научили. Вы и люди, которые с вами живут, ваша семья, не научили вас уважать свой выбор. Федра последние несколько лет работала на нелюбимой работе из-за неуверенности в себе не меняла ее. И это опять же ее выбор. Она могла обратиться за помощью. Она могла обратиться к психологу. Она этого не сделала. Она не просила вас это сделать. После прошлогодней аварии стала испытывать панические атаки в общественных местах и стала еще в 10 раз более неуверенной в себе. И если ей требуется помощь, она должна обратиться к специалистам. Но для этого ей нужно, как и сказала моя коллега, захотеть. Плачет на мне, потому что вы позволяете. И в итоге ничего не меняется. Понимаете, если позволяет человеку плакать, то у него создается ощущение, что все нормально. Его понизлеют. Его понизлеют. Успокоили. Все хорошо. На самом деле это не так. Она ничего не делает для исправления своих недугов в правильном, потому что вы позволяете плакать. Стала бояться ходить куда-то, почти не ездить в общественном транспорте. Мои попытки помочь просто идут впустую. Принимает помощь, но не произойдет. И не произойдет, потому что вы делаете это без ее просьбы. Она не чувствует, что... Не чувствует вот эту вот связь между действием и эффектом от действия. Очень сложно становится с ними общаться, так как будто живем в разных мирах и говорим на разных рынках. Так правильно, потому что они одни, вы друг, вы другая. И общаться с ними. Поэтому ничего не нужно ровно настолько, чтобы вам не было вреда. Только что добил разговор строй, после которой я поняла, что разговариваю со слабовольным, живущим без цели иметь с человеком, который не может справиться с элементарными вещами. Потому что ему все время помогают. Проще говоря, поняла, что моя старотряпка. Опять же, потому что ей с одной стороны помогают, с другой стороны, потому что вы не принимаете ее такой, какая она есть. Вы никого из своих родных такими, какие они есть здесь и сейчас не принимаете. И себя вы не принимаете такой, какая вы есть. Поэтому вам требуется постоянно помогать. Хочу научиться помогать. Нет, это мы психологи не учим. Мы учим заботы о себе. Когда вы решите все свои внутренние конфликты, вы станете делать для своих родных только то, что действительно идет им на пользу. А не то, что сейчас вы сублимируете от собственной неудовлетворенности. Позитивнее смотреть на все эти ситуации. Это, опять же, зависит только от вас. Всеми силами успешно вытягивать их из этого болота. Нет, это, по сути, стимуляция поведения по треугольнику Гартмана, что является тупиковой ветвью. Конечно, чтобы они захотели этого сами. Они не захотят, пока вы не будете им помогать. Они не захотят. Одно исключает другое. Кто может взяться за работу со мной и надо мной? Да кто угодно. Любой из специалистов вы сами. Кого выберете, Татьяна? Вот кого выберете, тот и будет работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.